Всевышний Аллах говорит Аллах говорит Посмотрите на этого человека Как этот человек издевается надо мной Говорит Всевышний Аллах Рия она скрывается в сердце В глубине души У каждого человека Который не работает на своем сердце Этот рия скрывается И поэтому ученые Сподвижники И ученые имамы Они считают этот грех Из самых тяжких Среди тяжких Губящих грехов И поэтому говорит посланник Аллах Его назвал Малым многобожьим Субтитры создавал DimaTorzok Его книга о больших грехах И в конце прошлого урока Мы говорили Дорогие братья О одном из тяжких Больших грехов Это рия Это совершение Ибадата Поклонение Всевышнему Аллаху Не ради Всевышнего Аллаха То есть когда ты Совершаешь Ибадат Преследуешь цель Недовольства Всевышнего Аллаха Целью для себя ставишь Недовольство Всевышнего Аллаха И мы говорили О разновидностях Этого рия И также говорили О том Что посланник Аллаха Салам В хадисе сказал Что рия Он 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 Бывает Незамеченным Незамеченным Скрытым Даже чем Хождение Муравья Темную ночь На плоский камень И сегодня К этому Его подталкивает Не довольство Аллаха Не Подчинение Велением Аллаха А Показать людям Свою Ибадат Что он Набожный человек И совершенный Таким образом Ибадат Уважаемые брати Не считается Такой Ибадат Не считается Действительно Возле Всевышнего Аллаха И Если Это дело Ограничилось Б этим Тем Что этот Ибадат Не считается То Хотя бы Человек Спасся В ахирате Тем Что у него Ибадат Не считается Нет Вдобавок К этому Вдобавок К тому Что его Ибадат Не будет Считаться Действительным За это Он получит И наказание От Всевышнего Аллаха Потому что Это большой грех Катадат Рады Аллаху Один из Таби Говорит Идара Когда Говорит Раб Аллаха Делает Рия Своими Ибадатом То Всевышний Аллах Говорит Посмотрите На этого Человека Как этот Человек Издевается Надо Мной Говорит Всевышний Аллах И для Качества Примера Ибн Хаджр Аль-Хайт Приводит Такой Пример Как Понять Вот Мерзость Этого Греха Перед Всевышним Аллахом Например Есть Правитель И конечно Как мы знаем У правителя Бывают Служащие Которые Служат Ему Выполняют Его Нужды Исполняют Его Желания И Один 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 Слуг Этого Правителя Если Ну Он Показывает Нам Что На самом Деле Он Любит Этого Правителя Что Он Служит Ему Искренне Он Так Показывает От Себя Но В Сердце Этого Человека В Этого Слуги В Намерении Этого Слуги Если Будет Например Он Служит Этому Правителю Чтобы Смотреть На Его Девушку Девочку Например У Него Есть Красивая Дочка Или Например Красивый Мальчик Сын Этого Правителя Служит Этому Правителю Но У Него В Мыслях Все Время Смотреть На Его Дочку Красивую Дочку Вот Любой Разумный Человек Говорит Ибн Хаджар Гайтами Говорит Любой Разумный Человек Если Узнает О Намерении Этого Человека Говорит О том Что Он Находится В Доме Этого Правителя Этот Правитель Этого Человека Кормит Одевает Но В Его Мыслях На самом Деле Не служит Этому Правителю А Совершает Запретное С Одной Из Его Семь С Его Дочкой Это Же Любого Человека Если Спросит Он Это Посчитает Издевательством Над этим Правителем Он Это Будет Сравнивать Это Будет Равноценно Тому Что Этот Человек Издевается Над этим Правителем Почему Потому Что Он На самом Деле Не служит Этому Правителю Из-за Того Что Он Его Любит Искренно Но Он Показывает Людям Что Он Этого Правителя Любит Показывает Что Он Его Любит Но На самом Деле У Сердце Какое Намерение Скрывается Он Это Делает Его Дочке Косивой Дочке Которая Находится В Его Доме Как Это Мерзко Выглядит Ибн Хаджар Аль-Хейтами И После Этого Он Говорит И Какое Еще Мерзкое Действие Может Быть Когда Ты Поклоняешься Аллаху Делаешь Какой-то Вид Ибадата Аллаху И Ты Этим Преследуешь Другую Цель Иную Помимо Довольство Священного Аллаха Ты Делаешь Какой-то Ибадат Ради Какого-то Слабого Человека Так же Как Ты И Получается Что Ты Выше Ставишь Этого Слабого Творения Священного Аллаха Ты Этого Слабого Творения Священного Аллаха Ставишь Выше Самого Священного Аллаха Что Это Значит Ведь Ты Ради Него Это Сделал Ради Того Чтобы Показать Ему твою набожность, для этого же ты сделал этот Ибн Хаджар Аль-Хайтами. И поэтому, как мы сказали, дорогие братья, что рия, она скрывается в сердце, в глубине души у каждого человека, который не работает на своем сердце. Этот рия скрывается. И поэтому ученые, сподвижники, и ученые, имамы, они считают этот грех из самых тяжких, среди тяжких губящих грехов. Не только он тяжкий грех, среди всех тяжких грехов самым губящим является вот этот рия. И поэтому Ибн Хаджар Аль-Хайтами этот грех, начиная свою книгу о больших грехах, упоминает после самого большого греха, который, священно Аллах, не прощает, многобожие. После многобожия упоминает в этой книге этот грех рия. И поэтому, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, его назвал Ашширкал Асхар, Ашширкал Асхар, малым многобожиим. Вот именно поэтому. И добавок к этому, говорит Ибн Хаджар, рахима Аллаху Та'ала, в том, что ты делаешь рия своим Ибнадатом, в нем еще кроется запутывание людей. Ты их запутываешь, людей, говорит. Почему? Потому что ты же показываешь от себя, что ты искренний человек, что ты набожный человек, что ты делаешь это ради Аллаха, совершаешь Ибнадат, ради Аллаха ты даешь садака. Ты это показываешь людям, но на самом деле в твоем сердце другое же намерение, Даже, говорит, он пример приводит, если человек, например, вернул долг какого-то своего брата по вере, например, один брат, на котором есть долг, и один от себя вернул долг этого человека. Для чего? Хатта я атакиду сахаватау, чтобы люди думали, что этот человек шедрый человек, допустим. Этим, говорит, тоже он попадает в грех. Почему? Потому что он запутывает умы людей. Он показывает, что он шедрый человек, но на самом деле то есть он показывает, что он набожный человек, который любит своего брата, слабого своего брата, и поэтому он вернул его долг, помог ему, но на самом деле в его сердце кроется. Что? Он этим хочет показывать людям, дать людям знать, что он шедрый человек. Это уже рия, дорогие братья. И еще пример приводит Ибн Хаджар Аль-Хайтами. Допустим, человек, который совершает намаз, человек, который совершает намаз, чтобы люди сказали иннаху салиху, что этот человек, хороший человек, богобоязненный человек. Якуну рияу сабабам ба'исян ла'лян. Значит, этот рия, чтобы то, что он преследовал такую цель, это подтолкнуло его к тому, чтобы он совершил намаз. А не боязнь от священного Аллаха. Не выполнение приказа священного Аллаха. Но, говорит, совершая такой намаз, человек может и иметь в виду, он может преследовать здесь и довольство священного Аллаха. Значит, у него ибадат в нем смешен и совершение этого ибадата ради священного Аллаха и также ради довольства людей. И поэтому, говорит, этот ибадат рия, он идет вторую очередь после самого большого греха ширка многобожья. Говорит ибн Хаджар аль-Хайтами рахима Аллаху мы должны бояться всегда этого. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас от этого греха, очистит наши сердца. Пусть Аллах даст нам в первую очередь понимание самого себя, знать себе цену и остерегаться этих грехов. Ман арафа нафсаху арафа раба. Тот человек, который познал себя, самого себя, тот познал Аллах. Каждый из нас знает, кто он в душе, какое у него намерение. Пусть Всевышний Аллах нам поможет. wassalаму алейкум и рахматуллах и рахматуллах и баракат Продолжение следует...